всем привет дорогие друзья сегодня вам будет рассказывать наклад мой коллега про line edge про то почему так нужен к этому к его разработке к разработке его команды я тоже своем приложу руку поэтому меня экспертом позвали вот в общем перед вами дима зуев встречайте привет да еще раз представлюсь один зуб зовут я руковожу разработкой и тель-платформы а конкретно ее части тэдди вот в общем да дима приложил руку свое время к ее основание пришел чуть попозже но мы до сих пор там сильно взаимодействуем например доклад у меня будет про line age и про визуализацию но при этом всем вот то где мы с димой взаимодействуем тоже строится на line age может пару слов расскажешь почему мы с тобой не можем функционировать не имея line age да мы реально не можем функционировать не имея line age это как минимум потому что это определяет зависимости там объектов друг от друга а это уже определяет запуск процессов друг за другом это вообще критическая связь и не критические некоторые будут раскрыты тоже в докладе вот но я могу там сказать про себя там совсем немного меня вот тоже зовут дима шаталов и я там делаю планировщик у нас но доклад будет не об этом доклад будет о том что делает дима спасибо вот а вообще конечно line age дело каждого вот я сегодня собственно расскажу какой он бывает как мы устроим и вообще какие бывают из кейсы вот в общем я бы уже начал вот если вы не против в общем да доклад у меня называется как построить это line age и обзор решения опыт нашей команды вот ну давайте немножко про план доклада обсудим что вообще сегодня будет сначала вообще обсудим что такое line age и каким он бывает и какие бывают из кейсы да это очень такая тема у каждого в голове свое представление во второй части мы посмотрим подходы которые бывают их за и против вот далее посмотрю какие уже есть решения вот в том числе покажем какое есть у нас решение в тинькофф и дальше погрузимся в то как мы это реализовывали какие цели у нас были какие кейсы у нас есть ну и в общем какие грабли мы наступали вот там будет так немножко больше инженерная история вот без картинок будем обсуждать ну и в конце такой небольшой выводы да куда мы дальше движемся и вообще что с line age можно еще сделать для того чтобы стало еще круче вот ну давайте начнем с того что есть некоторая пирамида потребностей в данных да это такая похожая на пирамиду маслоу ну вот она у меня перевернутая то есть у нас есть базовая базовая потребность данных она же там data collection да это что данные доступны актуальны без этого в принципе ну наверное там никакой хранилище данных и не нужно вот есть серединные потребности это потребности в каком-то описание этих данных это всяческие data governance истории это data quality дата каталоги и как часть этого line age вот ну и высшие потребности это собственно которые покрываются для того чтобы можно было делать сложный анализ предсказание там machine learning что угодно конкретно в моем докладе мы будем обсуждать вот эту вот серединку да и только про line age будем говорить ну такая вот как бы середина last not least вот вообще что такое line age я старался у как бы про line age много докладов и я постарался надергать и спикеров разных формулировок и там еще где-то я в общем эту формулировку подцепил одну из вот не судите строго переводил как мог по-русски вообще довольно не всегда понятно о чем идет речь но давайте попробуем первое определение что line age это набор сложных отношений между датасетами и трансформациями в пайплайне ну вот он такой прям вот для и тель разработчика очень понятно и понятно что такое пайплайн датасеты но в общем он для инженера вот есть определение номер два да это такое что это что line age это процесс поднимания документирования визуализации того как данные проходят через экосистему мне кажется это вот нужно ставить в любую продающую историю где бы это не было да это такое более бизнесовое понимание вот ну и третье мне кажется самое демократичное в понимании и в формулировке что line age это информация которая описывает движение данных от источника их происхождение под точка в обработке применения да это что-то обобщающее предыдущие два ну то есть это не просто там набор отношений да мы говорим что все-таки некоторая информация ну и абстрагируемся от пайплайна да потому что на самом деле пайплайн это какой-то очень частный случай вот все-таки line age это некоторая да информация которая описывает как ваши данные варились где-то вот вообще какие бывают области применения вот мы с димой вначале обсудили что мы взаимодействуем нам line age нужен для того чтобы можно было построить граф зависимости объект построение объектов и уметь их запускать вот но это вот собственно первый кейс это отслеживание зависимости вот второй кейс это системный анализ да это тоже супер важная составляющая в использовании line age поиску узких мест он несколько коррелирует с вторым пунктом да это тоже некоторая некоторый анализ того как работают процессы вот change management все туда же вот анализ первопричин например если у вас какой-то сбой имея line age вы можете начать это все разбирать вот информационная безопасность потому что не имея line age иногда там людям которые далеки от и теле сложно понять соблюдаются ли правила безопасности в компании или нет ну и комплайнс да мы живем там в стране где зарегулировано использование персональных данных если мы работаем в каких-то там компаниях например там в банке в там есть чувствительные данные например карточные данные и имей line age мы тоже можем там увидеть их использование не не углубляясь в внутрь собственно самих преобразований вообще это все можно поделить на два основных кейса это поиск источников то есть некоторое отслеживание зависимости до поисковских мест и анализ влияния да это impact analysis но это вот change management и инфобезы и compliance вот по сути это все про одно там кейсов можно придумывать больше и больше вот но это два основных обобщения вообще какие бывают подходы к построению line age ну кажется что там все и так ясно взяли нарисовали вот у вас процессы но давайте там разберемся как это может быть да есть самый простой вариант ну реально взять и нарисовать вручную я вы явно указываете что зачем у вас там считается как оно связано вот ss as microsoft of ski это прекрасно адоптит поколение просто это или разработчиков привыкли к этому вот в пентаха тоже это таким образом работает но давайте посмотрим какие есть плюсы и минусы этого подхода но очевидно что это простота реализации для разработчика для разработчика платформы непосредственно ну чё пользователей заставили подтянуть зависимости и не надо ни о чем заморачиваться как потянул так и и молодец вот можно связывать вообще какие-то кажется несвязанные объекты например можно вообще связать трансформацию которая внутри ничего не трансформирует и так далее да просто какой-то там дамп object который ничего не сделает но на line age он там будет считаться потому что разработчик протащил эту линию да ну и это там самый поддерживаемый вариант построения line age почти в любом инструменте который вам там доступен будет такой вариант да там тссс как я сказал например или там дейта факторы и жировский минусы сложно поддерживать и разрабатывать эти пайплайны абсолютно все ложится на плечи разработчика что как зависимости правильно или неправильно связаны разработчик должен знать что они поменяли в коде не поменяли line age разработчик должен об этом знать ну то есть это там очень дорогая разработка где нужно держать много всего в голове вот ну и обычно это какой-то макро уровень line age да это тейбл тейбл лучшем случае колонн колонн line age недоступен да то есть посмотреть как протянут одно поле от начала до конца в ручном кейсе обычно недоступно ну понятно что наверно это можно но это там опять-таки возвращаясь к первому тезису что это сложно разрабатывать и надо не забывать об этом разработчикам протягивать есть такой полуавтоматический вариант когда описываются мета данные вот которые впоследствии влияет на line age а кто использует ну это информатика это сас дис автоматизированный подход то есть разработчики уже не таскают ничего руками там есть некоторые мета информации которые заполняются трансформации и далее уже эти движки сами связывают что за чем идет возможно колонн колонн line age потому что ну эту мета информацию можно где-нибудь заинфирить например из базы ну или самому там внести вот а дальше оно там само мэппинг например придумает потому что увидят что название одинаковое там таблицы одинаковые вот и уже из этого классное свойство вытекает что не только дейты line age да то есть не только как данные между собой связаны да не только визуализации но и граф выполнение то есть когда мы понимаем как данные связаны мы можем уже понимать как каком порядке трансформации запускать вот ну минусы такие же как у первого мета данные разработчиками поддерживаются поэтому если разработчик не невнимателен или там например чего-то не учел мета данные могут устареть быть не актуальными и это может повлиять в том числе на графа вашего выполнения ну и просто на самом line age на его визуализацию ну и есть такая сложность в описании неявных зависимостей да то есть те зависимости которые кажется что не должны влиять на line age но при этом всем это не так да то есть когда мы говорим например про фильтры про группировки эти поля вроде бы мы не протаскиваем до конца но они там как-то тоже влияют на line age то есть они тоже используются поэтому описывать такую мета информацию еще сложнее ну есть такой автоматический подход все мы выше и выше до степени автоматизации приходим когда методанные извлекаются из некоторого кода из некоторых настроек ну то бишь это все те же мета данные которые были в прошлый раз только разработчик напрямую их не описывает они извлекаются откуда-то из контекста это dbt вот ну сразу говоришь там доступен только table table line age это atlan и это наш продукт тэдди вот наверняка есть кто-то еще вот мне кажется даже встречал но вот ближе всего к этому это dbt и атлан ну из публичных ну и мы вот и дальше буду собственно рассказывать как мы этого добились очевидное преимущество когда автоматически мета данные извлекаются это не требует никаких дополнительных действий у разработчика то есть не надо ничего описывать мета данные подтянулись сами из кода это следствие еще всегда актуальное состояние разработчик занят только разработка непосредственно кода трансформации ну и не думает об описании того там результирующей таблицы или там входной таблицы на этом возможно сделать колон колон line age это не очень сложно как оказалось да ну и граф выполнения исходя из графа зависимости также можно вывести но это как бы обращаясь к предыдущему до слайду что на основе мета информации можно строить график выполнения тут мы просто мета информацию извлекаем автоматически этот пункт как бы и там и там есть здесь он вам дан за бесплатно минусы ну очень мало инструментов где такая возможность есть то есть если вы там будете выбирать какой-то инструмент для вашего detail а не факт что инструменты которые поддерживают смогут отвечать остальным требованиям а которые к нему будете предъявлять ну то есть реально очень ограничено вот ну и очень зависит от того что же вы собираетесь там запускать да какой у вас там синтаксис что у вас задвижок базы то есть какое-то решение которое например все все базы окучит нет да то есть это почти всегда какой-то кастом вот ну давайте в общем немножко проговорим про реализации я уже не затронула эту тему ну ссс классика вот все руками у вас есть просто некоторые black box и например функции какие-то настройки вот и дальше у вас это все связано друг за другом макро уровень как мы здесь видим входные какие-то параметры какая-то функция к этому примена ну и выходной вроде все окей непонятно что там происходит внутри непонятно а точно ли вообще там она в таком порядке должна запускаться в общем просто какие-то руками протянутые трансформации по хв же чуть более хорошая история в информатике в информатике все-таки можно описав мета данные связать трансформации и через связи данных да то есть вы можете описать там схем таблицы что куда ссылается и получить он клон клон лайн эйдж он есть он не ахти какой красивый но это по крайней мере доступно сас я привел сас как вы видите там внизу можно разглядеть как выглядит маппинг полей вот вот мне отсюда кажется что вообще не читаем но на самом деле не читаем но по крайней мере можно это описывать не очень удобно но такая возможность есть вы когда вы сами описываете эту мета информацию этот маппинг полей в том числе можно описать какие-то неявные зависимости там для группировок и так далее но это все строится в том числе на том что там используется сас бейс язык да который генерит потом некоторый сквель да то есть из-за того что там не совсем сквель вы используете для того чтобы в итоге получить из сквель атлан атлан здесь кажется вообще после этого каким-то глотком воздуха то есть вот есть некоторые сквель запрос из которого извлечены все колонки которые в нем используются и простроен некоторый лайн эйдж вот все круто но это вендорская там история как это происходит не знаю и и судя по всему пока это там не самый популярный продукт но я бы к нему присмотрелся вот судя по всему там используется такой же статический анализ кода который мы будем дальше говорить в общем подход крутой подход автоматический вот лайн эйдж красивый дбт это наверное сейчас на слуху пожалуйста используйте инструмент и лайн эйдж вам идет в подарок ну то есть вы занимаетесь только некоторой разработкой кода а лайн эйдж вы получаете за бесплатно супер круто низкий порог входа пожалуйста веб даже бесплатный есть а если клауд версия так вообще но только тейбл тейбл плюс там могут быть некоторые сущности которые отделены от непосредственно detail но вы их можете там связать давайте вот немножко про дбт побольше поговорим все-таки очень горячая тема все его там внедряют он очень удобный вообще как же это устроено вот дбт просто генерирует некоторые шаблонные ну то есть имеют в себя шаблоны и которые материализуют запрос да то есть у вас есть некоторое описание с некоторыми макросами которые вы можете использовать который потом будет сгенерен с ки или исполнен на вашем движке вот ну как что какие составляющие нужны чтобы это работало нужно уметь описывать ну нужно описывать модели в каких-то конфигурациях то есть у вас есть яму где описаны все ваши модели собственно ядро этого всего это шаблон на джинджа 2 наверно всем кто писал на питоне когда-либо известно что такое джинджа 2 но если коротко это некоторый язык шаблонизации который позволяет описать ну некоторый текст используя специальный синтаксис который вы там внизу можете видеть для того чтобы потом в эти места где используем специальный синтаксис было подставлено какое-то значение вот и получена результирующая результирующая строка вот и кажется что здесь мы рассчитываем что мы туда только внутрь что-то передадим а шаблон нам ничего не должен но вот в дбт они сделали круто кажется это на поверхности но вот функция рев да для того чтобы вас построил слой на дбт вы должны использовать вместо имени таблицы когда хотите обратиться вы должны использовать функцию рев и потом соответственно исходя из записания модели у вас будет заменено на название таблицы вот это вызов рефа но вызов рефа имеет классный сайд эффект на котором вся эта магия строится когда вы вызываете рев дбт понимает в какой модели вы на какую модель ссылаетесь то есть за счет вызова реф он строит не какой-то какой-то state of the world да кто на кого ссылается и дальше на этом в том числе простраивается граф зависимости который потом выполняется на котором рисуется line age блин вообще гениальность простоте вот очень круто когда я понял что этом несколько лет назад тоже самое придумал а здесь это есть я просто блин ну вот да но просто и круто тут как-то я игрался с этим всем и решил посмотреть сработает ли такая штука вот и она сработала line age можно сломать использовав реф где-нибудь не в сквиле то есть так как все таки в dbt ваш ваша модель описывается некоторым текстом да и в этом тексте ну это это некоторый сквиле а в сквиле что сквиле могут быть комментарии а так как дбт ничего не знает про семантику этого запроса ничего не знает про его синтаксис это просто некоторый код на джин ж2 в котором есть вызов рефа неважно где он что он ну вот если например взять сквиле запрос закомментировать на нем строчку там сына роджой нам где есть вызов рефа вы получите неправильный line age ну потому что этот энер джойн у вас на самом деле не существует вашем вашей трансформации но так как он есть шаблоне так как в шаблоне неважно комментарии это сквиле или нет то что шаблон это просто строка он у вас будет отображен вот и возможно это ну вызовет неправильную отрисовку вашего line age и неправильный граф зависимости да то есть если разработчик там где-то попытался там оставил этот коммент до лучших времен ну вы можете получить месс да но все равно круто вот но ничего не знает про семантику вот мы смотрели на это миша сегодня в обед рассказывал как мы выбирали инструмент в общем dbt в том числе мы рассматривали но мы решили все-таки пойти своим путем и вобрать все лучшее что было у всех этих подходов и упростить жизнь разработчикам давайте расскажу что же у нас получилось и на чем это все строится у нас получился тэдди как вы видите да это что-то похожее на атлан также колон-колон line age также связи только между данными вот но не столь интересно смотреть на этот слайд потому что давайте перейдем все-таки вообще какие у нас есть составляющие тэдди тэдди это редактор да то есть у нас основные абстракции в редакторе это источники и результирующие таблицы это некоторые объекты в базе операторы собственно это те самые трансформации в detail и которые мы разрабатываем то есть это может быть там простейший сql трансформация это просто некоторый код сql который материализуется потом в таблицу это загрузчики да это скд-1 скд-2 вот которые собственно создадут результирующую таблицу загрузится данные ну например генерации ключей в датавалте это тоже некоторый оператор но с точки зрения редактора это все либо код да в случае сql либо некоторые настройки такое у нас есть мы называем это времянками немножко confusing может быть термин но это тоже то чем редактор оперирует времянка это объект в базе создан оператором да то есть оператор материализует свой результат всегда каким-то результирующей таблицей в базе или там в юхой в базе вот и связи зачем я сказал про времянки операторы что времянка это результат работы оператора потому что когда мы редактируем что-то в тэдде мы редактируем настроем операторы но за счет этого мы получаем связи между объектами вот ну и какие у нас есть связи источник оператор 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 да то есть ну или времянка-времянка и оператор таргет но тэдде это не только редактор это еще и оркестратор да то есть в оркестраторе мы оперируем немножко другими но схожими и связанными вещами мы также оперируем термином оператор но здесь это уже не просто там какая-то какие-то настройки или например результат выполнения это непосредственно исполняемый код да в нашем случае это реальный airflow оператор реализованный на питоне вот ну что он делает он создает некоторую таблицу ну и может там запускать некоторый библиотечный код или ваш код да и связи связи никуда не делись потому что нам нужно выполнять как-то наш и если до этого мы говорили про связи между объектами временками или источниками то сейчас мы говорим про порядок выполнения как же эти операторы в каком порядке должны быть запущены и вот здесь вот есть такой их связь да их соответствие что из связей редактора да вот из этих связи в данных мы можем построить порядок исполнения да то есть порядок исполнения строится на связях между объектами уже несколько раз об этом говорилось но очень хочется чтобы вот этот correspondence у вас засел в голове потому что краеугольный камень зачем мы это делаем давайте немножко про SQL оператор поговорим что вообще для нас такое SQL оператор у него есть одна главная составляющая это собственно некоторый select запрос который запущен будет в базе и из него будет либо создана вьюха либо будет материализовано в таблицу то есть для нас у SQL оператора есть код трансформации это любой SQL запрос в том числе может быть с рекурсивными CTE из которого потом будет результирующая таблица она же временка любой но с некоторыми ограничениями про которые мы и будем дальше говорить но помимо SQL помимо кода оператора помимо этого SQL есть некоторые настройки трансформации то есть просто select запрос было бы очень скучно для у нас все таки big data green plum там есть такие настройки как тип объекта мы можем материализовать результат работы нашего запроса select во вьюху или в таблицу как это например можно сделать в dbt ну и мы можем указать по каким же полям будет происходить дистрибьюция либо там дописать например какие-то with clouds да которые помогут создать там таблицу например виды сжатия и так далее вот но я бы хотел застричь внимание что здесь есть distributed field да или там analyzed columns мы здесь снова же говорим что это некоторая колонка из какого-то объекта в базе вот ну и в общем как мы lineaged из SQL кода получились давайте там что такое вообще SQL код как любая программа это некоторая строка вот но относиться к программе как просто строке как какому-то человеческому языку нельзя это все таки некоторая структурированная да история и собственно это нам и дает возможность анализировать это не просто как некоторые там не знаю абзац текста а это все таки некоторый код у него есть правила у него есть грамматика вот ну и собственно если у нас есть правила грамматика то мы можем заниматься синтаксическим анализом ой статистическим анализом да то есть что вообще такое статический анализ это анализ кода производимый без его выполнения да то есть мы исследуем просто сам текст и что вообще мы можем статическим анализом получить мы можем удостовериться что синтаксис верный верный. У нас же есть грамматика, описывающая SQL. Соответственно, мы можем убедиться, что синтаксис верный. И мы можем построить статистическое абстрактное дерево. Я вот говорю, что любая программа — это некоторая строка, но относиться к ней просто как, не знаю, как образоваться текста нельзя, и он структурирован. То есть SQL на самом деле, SQL-запрос, это некоторые правила, это некоторое дерево на самом деле из термов. И вот, собственно, с помощью статического анализатора мы можем это дерево построить и анализировать. То есть с помощью парсера построить и анализировать. Примеры статических анализаторов — это Apache CallSite. Классный. Там не только есть парсер SQL и статический анализатор, там есть и другие составляющие, но нас интересовало именно это. Есть такая библиотека Python SQL Parse. Вот. И есть libpg query. Об этом чуть подальше, попозже поговорим. Но что CallSite, что SQL Parse, они не привязаны к каким-то конкретным движкам SQL. Это чисто способ проанализировать, разобрать generic SQL. Например, SQL 92. Вот. libpg query здесь выделяется. Это анализатор, парсер, да, который используется исключительно для SQL запросов Postgres. Вот. Говорю, грамматика, грамматика. Есть такая чудесная вещь, как антилэр. Вот. Если вы можете описать свою грамматику в терминах антилэр, вы можете получить парсер кодогенератор вашего языка на каком-то целевом языке, где он будет исполняться. Java, Python, кресты, Rust, да на чем угодно, да. Это будет какой-то кодогенератор из вашего, из вашего, из вашей грамматики в какой-то исполняемый код на Python. Ой, на Python. На любом языке, да. У нас это, в нашем случае, это был Python. И кажется, это вот то, что нужно для того, чтобы разбирать SQL. Вот. Классно у нас Python, можно из антилэр грамматики получить парсер. Почему? Все круто, да. Доступно много грамматик. Есть пасгрессовая грамматика, есть MySQL, хайвовая, три, на все это лежит в репозитории в GitHub. Вы можете посмотреть, не все перечислили, но те, которые, наверное, актуальнее всего. Очевидные минусы, что там не самый производительный код, особенно в Python. Вот. И большинство этих грамматик, они не вендорские. Ну, то есть их поддерживает комьюнити, и никто не гарантирует вам полноту ее, что все у вас разберется. Никто не гарантирует, что там нет багов. Вот. Ну, в общем, есть эти риски, их нужно понимать. Вот. Ну, по поводу рисков и не вендорства, ну, например, в кликхаусе грамматика их запросов описана в утиллере, и она вот в этом плане, ее можно взять, и она будет 100% отвечать там вашим требованиям. С чем мы столкнулись? Да. У нас GreenPlan, мы сейчас находимся в нашем инструменте, в TED, на этапе, когда у нас сейчас возможности только ELT. То есть у нас нет реального ETL-я пока, мы занимаемся только ELT на GreenPlan. Соответственно, для того, чтобы наш инструмент отвечал нашим требованиям, нам нужно было уметь анализировать запросы, select-запросы в GreenPlan. Вот. И когда мы начали это разрабатывать, с чем мы столкнулись? Официальной грамматики в NTL-яр описаны нет. Есть просто некоторая грамматика подгресса. А GreenPlan так вообще не существует. Вот. Все равно как-то же GreenPlan разбирает запросы. Мы пошли в исходники, и что мы там видим? Мы видим там C-код, не первой свежести, с лексером и парсером на flex и bizon соответственно. Вот. Неподготовленный человек может шокировать даже. Вот. Синтаксис GreenPlan, он все-таки далек от SQL-92 стандарта. То есть, например, взять тот же call-site или SQL-parse, не выйдет, потому что ну там он сложнее, чем описано в стандарте. Вот. Поэтому мы не смогли это взять. Что же нам делать-то? Ну и у нас был первый подход. А давайте возьмем Antilr, возьмем грамматику для Postgres, так как GreenPlan и Postgres все-таки неразрывно связаны. Вот. И допилим поддержку GreenPlan. Вот. Мы тогда немножко не понимали, как будут развиваться наши инструменты и считали, что поддержка синтаксиса, вот расширение синтаксиса Postgres GreenPlan нам очень нужна. Ну вот основное там различие, например, в DDL можно указывать distribution, компрессию. Этого не было в грамматике PG. Добавили, получили вроде бы грамматику GreenPlan, которая разбирает это все. Но оно ломалось на сложных запросах, а ETL это все-таки не LTP-шные запросы. Это сложное преобразование, порой очень сложная композиция функций, композиция функций склеенными через какие-то очень хитрые конструкции, которые есть в Postgres, там вообще какие-то очень далекие от стандартов синтаксиса типа date from, ну в общем у Postgres крутой синтаксис, но абсолютно жесткий для парсинга. Вот. И когда мы получили эту грамматику, с каждым разом, с каждой ошибкой, мне казалось, что мы уже обратно никогда не починим, потому что меняем грамматику здесь, сломается там, чиним здесь, сломалось то, что хотели починить. В общем, и грамматика, да, то есть это не на питоне написать, это некоторые синтаксис не очень удобный человек, конечно, удобнее, чем Flex, например, или там Bizon, но все-таки это довольно сложно. Вот, не каждый разработчик может быть. Ну и последнее, просто жрало очень много ресурсов для простейшей задачи. Вот, у разработчиков там на дохлых машинках для средразработки ну, очень медленно работало. Ну, потому что это какой-то там мешанина из питон-кода сгенерированного антилэром. Вот. В общем, наелись от души, это нам помогло стартануть, оно работало, но вот накапливались ошибки, и не совсем было понятно, а когда же это закончится, чем это закончится, тем, что мы просто скажем, вот такие запросы больше не пишите, да, надо понимать это серьезное ограничение, которое возможно там людям усложнит работу или вообще сделает ее невозможным. А мы все-таки делаем продукт для инженеров, там, да, для таких же людей, как мы с вами, и хотели, чтобы им ничего не мешало. Вот. Ну и конечно не каждый разработчик захочет лезть в это. Вот. Это тоже вызывало некую дизмораль. И мы пошли дальше. Вот. Так как я и сказал, Postgres с Greenplum неразрывный, и мы, в принципе, взяли изначально Postgresовую антилайрограмматику, расширили ее. Немножко посуществовав с предыдущим решением, мы поняли, что в нашем продукте нет мест, где мы используем DDL. Точнее, мест, где нужно анализировать DDL. Мы поняли, что нам нужно анализировать только селект запросы. То есть, вот как раз-таки вот это вот расширение Greenplum, расширение Postgresовой грамматики до того, чтобы можно было проживать Greenplum запросы, оно нам и не нужно в нашем. Нам достаточно просто селекты разбирать. И опаньки, есть липпогу квери. Спасибо тому человеку, который отделил это в отдельный пакет от Postgres'а. И спасибо еще человеку, который над этим всем сделал байдинги под Python. И что мы получаем? Мы получили нативный парсер грамматики Postgres'а. А так как мы уже понимаем, что у нас только селекты, в текущих реалиях селекты, которые можно написать на нашем Greenplum, прожевываются грамматикой Postgres'а. Это нереальный перформанс код, потому что это C-код, там, flex, bizon внутри, вот этот вот, с компиленой и с биндингами и с подпитоном. Прожевывает любой селект, который синтаксически валиден для Postgres'а и для Greenplum. То есть, как бы ни извращались и телеразработчики, оно, если синтаксически валидно, оно разберется и разберется верно. Гиперпроизводительность и черный ящик. Для нас мы не можем туда никак залезть, и это вроде бы хорошо, не очень-то и хотелось, потому что с антилэром нагелись. Вот. Но давайте все-таки перейдем к плохой стороне этого решения. Не то, что плохое, а какие ограничения все-таки у нас есть. Вроде все, ну, просто как-то шоколадно выходит. Только DML запрос. Ну, то есть, если в будущем нам понадобится анализировать ADDL, мы не сможем это сделать с помощью этого решения. Нам придется что-то придумывать. А как я сказал, это blackbox, и что-то в нем менять большая боль. Вот. И да, это решение будет работать только с select-запросами Postgres и Greenplum. для другого SQL-а оно, скорее всего, не сработает. Ну, то есть, сработает для каких-то простых вещей, да, ну, например, там, какие-нибудь хитрые запросы для ClickHouse оно не разберет, там, HighVa не разберет, потому что там синтаксис может различаться. Это решение, прибитое гвоздями, для того, чтобы решить проблему непосредственно разбора запросов Greenplum или Postgres. Вот. А какие еще вообще есть ограничения не столь с конкретным парсером, а сколько с подходом статического анализа SQL-а? У нас нет State of the World, и мы не знаем реально DDL-источника, то есть, если можно обратиться к несуществующей таблице или несуществующему полю, то есть, когда разработчик пишет код, он просто написал эту строку SQL-а, и мы ему поверили, что он обращается к таблице, которая существует, к полю, которое существует. Вот. Так как у нас нет State of the World, мы не можем использовать Select звездочка, потому что иначе нам неоткуда взять состав колонок этой таблицы, и, соответственно, мы не сможем построить колонку Lineage. Select звездочка, ну, это слишком общее, да. Невозможно также разрулить колонки с одинаковыми именами. Синтаксически валидный код, который даже запустится, вот, например, у вас есть таблицы T0 и T1, и там есть название колонок call, да, точнее, не так, у вас есть запрос с двумя таблицами T0 и вы без указания из какой таблицы пишете Select call from T0 и T1, не указывая, откуда это поле call. Да и вроде бы все нормально, проживет движок это, потому что у движка есть информация о том, существует эта колонка и в какой таблице, если она существует только в одной, он скажет, ну и все, никаких проблем. А у нас статический анализ, мы не знаем, в какой таблице эта колонка есть и если, поэтому у нас есть ограничение на непосредственно как должен выглядеть Select. Select должен быть всегда с указанием имени таблицы или Alias, ну и обязательно указание Alias в Select. Не то, что оно нам здесь сильно нужно, но, например, если вы используете какую-то функцию внутри, да, не знаю, callace, там, что угодно, мы не можем быть уверены, какое имя колонки будет в таблице, да, это будет, скорее всего, сгенеренные выражения, но мы решили, что не хотим мы, в общем, соревноваться с Postgres'ом в склеивании строк, ну, с Greenplug'ом в склеивании строк, поэтому давайте ко всему Alias пропишите, и тогда у нас, нам будет проще колонку Lineage строить. Но SQL-оператор это не наше все, да, для того, чтобы строить Lineage поколоночный между операторами, которые уже не просто SQL-код, тоже пришлось немножко извратиться. У нас есть такой оператор skd2, да, ну, то есть loader, неисторичный, и это просто некоторый набор настроек, то есть это такие же настройки трансформации, как, например, есть у SQL-оператора, но у SQL-оператора есть еще сам код, да, какие у нас есть там параметры в skd1 операторы, это входная и выходные таблицы, да, то есть это имена таблиц, которые мы используем для того, чтобы произвести эту загрузку, да, откуда взять данные, куда положить, вполне себе, пожалуйста, table-table lineage уже можно построить, а также мы описываем ключи загрузки, да, для того, чтобы там загрузить новые строки и заменить старые, нам нужно указать, по каким же ключам это сделать, тоже lineage, мы говорим вот по этим ключам, вот из той таблицы, мы точно явно видим, как же это будет использоваться в таргете, то есть мы можем протянуть, используя это знание, через оператор и сказать, вот из этой входной таблицы внутри оператора вот это вот поле придет вот в такое-то поле результирующей таблицы, вот, можно у нас также оказать там loading метод, то есть алгоритм, по которому будет загрузка происходить, это не столь интерес, потому что на lineage не влияет, но вообще, как мы строим lineage из операторов, то есть lineage из параметров оператора. Если вы ссылаетесь на какой, если ваш оператор ссылается на какой-то объект в базе или на времянку, напомню, времянка это результат работы оператора, не загрузчика, это результат работы любой трансформации, значит, мы можем их связать, мы можем связать их поколоночно, например, перечислив ключи. у нас есть некоторые операторы, которые образуют связи неявно, потому что оператор это blackbox, и он может, например, какие-то поля дегенерировать, например, процед DTM в результирующей таблице, но это также будет исходить из оператора. Снова же, в операторах работает вредация, то есть мы можем сказать, если ты ссылаешься на времянку и указываешь какое-нибудь поле, мы можем доказать, мы уверены в том, что это поле существует в той времянке, но если вы ссылаетесь на таблицу в базе, мы такой провалидировать не можем, потому что в базе за пределами вашего ETL процесса, потому что у нас не стоит в the world, и мы вам просто на слово верим, что такая колонка есть в этой таблице, и мы ее возьмем. Про это тоже в SQL операторе когда обсуждали, было сказано, но операторы тоже не лишены этой проблемы, статически анализировать не всегда хватает информации. Вообще, какие цели и кейсы у Lineage в TED? Ну, нужды ETL-разработчиков, те, кто разрабатывает, визуализация полей, проще разрабатывать, понятно, в какую трансформацию нужно зайти, чтобы что-то поменять, видно, что за трансформация, видно, что за фильтры, видно, как оно связано. Нужны системных аналитиков, то есть им такой уровень, как у ETL-разработчиков не нужен, им нужен другой, не больше, не меньше, но видят другую информацию, для того, чтобы оценивать узкие места, например, или аномалии. У нас есть в Тинькофф такие разработчики, которые называют ETL-тестировщики, но это разработчики, которые умеют прогнать процесс end-to-end и сравнить результаты отвечают тому, что описано в задаче, им тоже частенько нужно понять на ревью, что использованы правильные источники, что использованы правильные поля, что это отвечает требованиям. Не просто сравнить в конце данные, а понять, что они взяты из нужного места, или например понять, что в целевой таблице есть те поля, которые ожидались. Сейчас я хочу показать небольшое демо про то, как у нас это раскладывается за счет статического анализа. Я очень надеюсь, что будет видно. Оно довольно коротенькое. Для начала мы создадим некоторый SQL-оператор, то есть это просто SQL-код, который обращается к некоторому объекту в базе. Сейчас вставили небольшой кусочек кода, и при сохранении мы проанализировали и поняли, что в этом SQL-запросе используются две таблицы, Table 0 и Table 1, и построили связи между ними. Можно переименовать, сейчас переименуем, для того, чтобы нам в дальнейшем было удобно. И в общем, этот зеленый оператор, он создаст времянку в базе с именем Table O и TMP0, и мы можем обращаться к нему как к таблице. И вот у нас есть SKD-loader наш, и мы говорим, братан, а давай загрузим то, что оператор в TMP0 положил в такую-то таблицу. Сейчас ведя это, вы видели, как там подсказка работает, мы получим тоже Lineage, просто указав, что мы туда ссылались и туда хотим загрузить. Так. Давай. Вот, как вы видите, Lineage построился, и он поколоночный. Например, SKD-1 добавил просто ZTM, его не было нигде в источниках, но в таргете он появился. Давайте немножко про выводы, что же мы узнали в процессе разработки, да, и что мы так не решили. Автоматический Lineage возможен, за счет статического анализа можно строить полноценный Lineage. Это работает, generic решение сложно реализовать, то есть, если у вас ваши движки расширяют как-то стандарты, там, SKL-92, например, скорее всего, вам под каждый движок придется написать что-то свое, то есть, сделать generic решение, что будет работать, ну, я не знаю, как, на простых запросах знаю, на непростых не знаю. На рынке почти нет решений, которые занимаются по сравнению Lineage на статическом анализе, то есть, есть Atlan, который это делает, есть DBT, но он это делает как бы не за счет статического анализа, за счет своего подхода, да, немножко лукавит, да, он там ничего не анализирует, на самом деле, а просто считает условно рефы, вот, ну, будем наблюдать, кто-нибудь обязательно появится, я очень надеюсь, может кто-нибудь из тех, кто сейчас меня слушает, переймет наш подход и сделает его лучше, вот, а что мы вообще планируем, да, нам очень не хватает, я сто раз говорил, State of the World, для того, чтобы там валидировать что-то, там, подсказывать и так далее, вот, собственно, мы планируем добавить мету SBD, чтобы помимо статического анализа, помимо просто строк SQL и настроек операторов, у нас была возможность еще понять, что же там в базе, что за тип, например, поле, существует ли оно, существует ли такая таблица, ну, там много всего полезного, может быть, но, почему мы этого сразу не сделали, кажется, это же прямо на поверхности лежит, у Greenplum, конкретно у нашего, тормозящий метастор, и надо придумывать что-то хитрое, чтобы в процессе разработки не уложить метастор Greenplum. Спасибо большое, я готов отвечать на ваш вопрос. Да, Дима, спасибо, я этот доклад в глазах не видел до этого, мне понравилось, в особенности, потому что он был для меня в новинку, вот, в общем, здесь есть несколько вопросов, я их озвучу, самое интересное, мне показалось, сколько времени заняла разработка, какой размер командуете? Разработка, первый подход, год назад уже работал, ну, где-то за около года заняла разработка первого такого рабочего макета, который уже даже в продакшене что-то делал, вот, но к текущему моменту разработка ведется где-то около двух лет, вот, команда у меня не сильно маленькая, нас в районе, наверное, 11 человек, вот, ну, за два года можно построить классный тул команды из 11 человек, да. Окей, еще один вопрос, который мне нравится, почему не допилили ДБТ? Почему не допилили ДБТ? В момент, когда принималось решение, там, Миша сегодня на докладе это рассказывал, у ДБТ не было фич, сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, да, то есть, мой доклад больше про Lineage, которые нужны были инструменту в целом. Там не столько проблема была в том, что Lineage не мог там построиться правильно, как нам хотелось, а что там не хватало чего-то еще, честно говоря, не помню, вот, вроде в клауд-версии это все было, вот, но у нас не было возможности использовать клауд-версию, мы готовы были закупать, но вендор не пошел нам навстречу. Вот, ДБТ, наверное, можно допилить до состояния того, чтобы колум-колум Lineage был, но у ДБТ не появится UI все равно, вот, поэтому, поэтому ДБТ уже на текущем моменте мы допилить бы не смогли. Окей, и давайте, наверное, последний вопрос, и после этого будем переходить в какие-то закрытые дискуссии. Планируется ли это за open-source? Очень хочется. Вообще, мы планировали за open-source это к концу года, вот, но год у нас вышел непростой, вот, планы немножко поменялись, со стратегических мы более в операционку упали, занимаясь там миграцией, мы очень хотим это за open-source сейчас такая приятная, наверное, часть, мы на Greenplum сосредоточены, когда строили этот инструмент, вот, ну, и в связи со всеми событиями в стране интерес к Greenplum он наверняка будет расти, вот, и несмотря на то, что мы сейчас способны запускаться только на Greenplum, я считал, что, ну, до тех пор, пока мы не сможем запускаться там на Spark, на Clickhouse, на чем-то еще, open-source это не имеет смысла, потому что это очень узкий кейс, вот, а сейчас кажется, что Greenplum будет внедряться больше, вот, и, например, в Яндекс.Клауде есть облачный Greenplum, ну, хочется фантазировать об облачном тедде, который рядом с облачным Greenplum в Яндексе будет. Окей. Спасибо тебе за ответы. Дальше будем общаться, я думаю, уже в дискуссионных залах. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.